Всем привет! Сегодня я вам расскажу про уборку, дезинфекцию рабочего места, а также стерилизацию и дезинфекцию маникюрных инструментов. Так скажем, от А до Я. Ну и вот ушел от нас клиент, и что первым делом мы делаем, это конечно же моем кисти. Я делаю это так. У меня тут такая баночка детского питания сохранилась, я туда наливаю на донышко спирт и промываю кисти в спирте до тех пор, пока они не станут чистыми. Промываю, вытираю в салфетку, опять промываю, вытираю. Затем я беру разведенный у меня здесь в бутыльке раствор аламинола 5% одноразовую салфетку и протираю все приборы, которые у меня стояли на столе. Это лампы освещения. Я полностью протираю все и внутри, и снаружи, потому что пыль, опил. Какая бы у вас мощнейшая не была бы вытяжка, все равно что-то попадает на приборы. У меня две лампы, я протираю две лампы. Использованные фрезы, я их убираю и протираю, собственно, сам аппарат, потому что он у нас, конечно же, пыльный. Полностью протираю ручку, шнур, весь аппарат, в общем, полностью. Протираю поверхность стола полностью, несколько раз даже можно пройтись. Ну и, конечно же, саму лампу. Она у нас тоже тут может и в пыли быть. Также у нас и ручки клиента туда ныряют, и остаются жирные пятна, вполне могут остаться. Также у нас иногда клиенты цепляют ногтями лампу, и может где-то остаться гейлак. Все, в общем, протираю. Донышко, кстати, можно обернуть пищевую пленку, тоже как вариант. Ну и помимо этого я, конечно же, еще протираю саму вытяжку и штатив. Ну и приступаем к первому этапу, это у нас дезинфекция. Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, точнее, вирусы и грибки. Но насчет вирусов я бы поспорила, ведь вирусы живут в особых условиях. Вряд ли они остаются на инструментах. Но это совершенно другая история. Если кому интересно, можно отдельное видео сделать про заболевания и вирусы. Для дезинфекции нам, конечно же, нужен дезраствор. Есть такой замечательный сайт, как Дезреестр называется. Здесь можно найти инструкцию к любому раствору для маникюрных инструментов. У меня для этих целей Aluminol и Optimax. Поэтому я набираю Optimax. Смотрим по таблице. Конкретно ищем нашу графу, которая нам нужна. Нам нужна дезинфекция, совмещенная с ПСО. Смотрим, сколько процентов на литр нам нужно. И как раз тут написано, сколько по времени должна происходить дезинфекция. Как мы можем видеть, у нас здесь 3% на 15 минут. Это у нас на литр. Сейчас мы посмотрим про Aluminol. Тоже дезинфекция, совмещенная с ПСО. И что у нас тут? 5% в 60 минут. 60 минут. Так указано в инструкции. А не как многие я смотрела в видео. И по 15, и по 20 минут. В зависимости от раствора, разные проценты, разное время. Так что будьте внимательны. Как высчитывается раствор? В общем, моя узмойка помещает в себя 500 мл. А у нас инструкция о литре. Поэтому, что мы делаем? Если на литр у нас 3% это будет 30 мл раствора и 970 мл воды, то на 500 мл это ровно половина. А значит, 435 мл воды и 15 мл раствора. Я пользуюсь вот таким шприцом. Пока у меня бутылочка еще полная. Потом, может быть, я возьму мерный стаканчик. Ну и, в общем-то, заливаю сначала воду, затем раствор. И выставляю на 2 раза по 7,5 минут. То есть, на 15 минут, как указано в инструкции. Для тех, у кого нет ультразвуковой мойки, у нас идет отдельная дезинфекция. То есть, мы тот же самый раствор, литр, например, оптимакса. Из них 970 мл воды и 30 мл раствора. Мы заливаем в тару, в боксик для инструментов. И замачиваем их там на 15 минут. Затем мы в перчатках достаем их оттуда. И вручную, щеточкой, очищаем инструменты. У кого же все-таки остаются какие-либо вопросы, у нас для этого есть нормы санпина. Прямо забивайте в гугл, открывайте и читайте. Тут все подробно написано. Как, что, где, когда, почему, зачем. В общем, все написано. Про дезинфекцию, ПСО и про саму стерилизацию. А также про хранение. Ну, в общем, отработала у нас тут тузмойка. Я достаю этот лоточек с инструментами и промываю под проточной водой. Можно прям в течение 3 минут это делать. Если прям уж тщательно-тщательно. Ну, я, может быть, чуть меньше это делаю. Также, если у вас нет ультразвуковой мойки, вы тоже самое делаете. После боксика, после очистки вы промываете также под проточной водой. Также я промываю свою ультразвуковую мойку, пока она не станет у меня чистенькой и перестанет пениться вода в ней. Этот раствор можно использовать много раз. На протяжении 14 дней он обладает своими свойствами дезинфекции. Но я все время выливаю, наливаю новый. Потому что мне как-то глаза мозолят остатки кожи, плавающие в растворе. Затем у нас третий этап. Это сушка. Сушка инструмента у нас производится на воздухе. Выкладываем все инструменты. У меня здесь одноразовые пеленки. Я их покупаю в фикс прайсе. Ножнички я сушу в раскрытом виде. Так, в принципе, и должно быть. Накрываю одноразовую салфеткой и оставляю на ночь. Также я протираю самую ультразвуковую мойку. И тоже оставляю ее в открытом виде на ночь. Сохнет. Ну вот и прошла у нас ночка. Я щеточки уже убрала. Мы их стерилизовать в сухожарь-то не будем. Они расплавятся там. И стерилизуем только металлические инструменты. У меня вот такие пакеты для стерилизации от Винар. Они имеют температурный индикатор. И после стерилизации меняют цвет. На бежевый или на коричневый. Крат пакеты нужно подписывать. Пишем, что в них. И какая дата у нас была стерилизации. Я не пишу дату, потому что я стерилизую инструменты за день до того, как придет клиент. У меня их немного. Собственно говоря, я не запутаюсь в своих конвертиках. Ножнички нужно стерилизовать обязательно в открытом виде. У нас здесь есть линия перфорации. Мы по ней склеиваем конвертик. Точнее запечатываем. Для ножничек у меня 75 на 150 размер конвертика. Для фрес у меня поменьше. Ну и такие маленькие у меня конвертики специально для фрес. Это мой весь набор фрес. Шарик и пламя. А также твердоспанная фреза для снятия. Также для стерилизации существуют журналы, в которых мы также клеим наклейки с индикаторами. Это нужно исключительно для салонов. Кто принимает на дому, это, конечно, лишние заморочки. Это делать не нужно, потому что к вам домой никто не придет проверять. Главное, чтобы у вас были просто простерилизованные инструменты. Ну, в общем, запечатала я все инструменты и погружаю их в сухожар. У меня такой маленький китайский сухожар. Конечно, он не идеальный. У него там температура гуляет. Поэтому я ее выставляю по-другому. Пакеты я укладываю так, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом. Закрываю. Крышка тут просто закрывается и все, никак не защелкивается. Выставляю время на 70 минут. Нам нужно, чтобы было 60. Но так как это китайский сухожар, ему нужно еще 10 минут разогнаться. Поэтому как раз 70 будет. И температура нам нужна 180 градусов. Но я опять-таки выставляю 190, потому что температура здесь не постоянная и она плавает. Чтобы он постоянно держал температуру от 180, я выставляю 190. Вот в таких пакетиках я хороню пилочки, бафики, щеточки для каждого индивидуально. Щеточки я дезинфицирую, пилочки у меня одноразовые. Также я не пользуюсь пушерами и пользуюсь только апельсиновыми палочками. Тоже у меня одноразовый инструмент. Как вы можете видеть, да, у меня тут температура забредельно скачет, но зато я точно уверена, что у меня инструменты там простерилизовались. Ну и последний этап, это, конечно же, хранение. Пятый этап. В моих крафт-пакетах может храниться инструмент от 21 до 60 дней. 60 дней может храниться, если его простерилизовать в двух пакетах. Не представляю, как это можно сделать, но да ладно. Так указано на сайте производителя пакетов. Ну и вы сами смотрите уже по ходу своих пакетов, у кого покупаете, у них же и уточняете, сколько может храниться в них инструмент. Также инструмент можно стерилизовать без крафт-пакетов, просто в железном лоточке. Такой инструмент считается стерильным в течение часа, если его еще никуда не переносить. Например, вы положили его на лоточек, простерилизовали, и через полчаса к вам пришел клиент, вы достали его, и пользуйтесь этими инструментами, они считаются стерильными. Ну, в общем-то, и весь обзор. Надеюсь, я была вам полезна, я рассказала все, что знала. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok